Алло, алло, алло. Девушка, алло, девушка, у меня уже несколько дней молчит телефон. В чём дело, девушка? Как? Разве вам ничего не говорили? Нет. А вот как-то получали? Нет. Как? Вы должны были получить? Да, а я не получал. Вы должны были получить. Алло, девушка. Пятнадцатая. Уважаемая пятнадцатая, у меня уже три дня молчит телефон. В чём дело, девушка? А вам ничего не говорили? Нет, открытки не было. А что случилось? Должна была быть. А из управления вам звонили? Нет. Странно. А что случилось? Вам изменили номер. Ай-яй-яй, девушка, милая, 15-я, не бросайте трубку. За что? Почему? Там узнаете. А может, вы знаете, почему долго нет писем, телеграмм? Уже очень долго. Как, вы еще не знаете? Нет. А что случилось? Пожалуйста. Уже месяц, как вам поменяли адрес. Ай-яй-яй, девушка, куда бежать? Почему? Всему дому поменяли. Нет, только вам. А что ж теперь делать? Я так жду, а тут приходят письма, повестки на фамилию какого-то крысюка. Куда их пересылать? Постойте, вам что, действительно ничего не говорили? Нет. Это вам. Как? У вас изменилась фамилия в связи с вводом новой станции. Вы ради получили открытку? Нет. А что ж теперь делать? Меня ж никто не знает. Вас предупредили. Вот у меня список. Против вас, детничка, предупрежден. Да? А я не получал. Значит, получите. Алло, девушка. Восьмая. Мне пятнадцатую, пожалуйста. У вас пятнадцатая. Уважаемая пятнадцатая, как меня теперь зовут? Это Крысюк? Так, это я. Сейчас. Семен Эммануилович. Чекайте, чекайте. Я же уже... Нет, нет. Это все осталось. Год рождения 1926-й. Чекайте, чекайте. Мини сорок барокки. Это по-старому. Вам теперь пятьдесят восемь еврей. Опять? Да, пятьдесят восемь родителей, кулаки и землевладельцы. Нет, позвольте, мы и служащих. Это по-старому. И это изменено. Вы... Вы продавец. Кто? Продавец овощного отдела. Нет, позвольте, я врач. Первый медицинский институт. Подождите. Нет, нет, это изменено. Вы продавец. Какого магазина? Вы сейчас без работы, находитесь под следствием и дали подписку. За что? Не до веса, без этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла. Ну, там что-то мелкое. Вам пришлют. У вас там родственники. Нет, 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 там у меня нет. Теперь есть. Где? В Турции. Турки? Турки, не турки, но очень похожие. Да, тут отсосение заявления. Вас прозят изолировать. Позвольте, мы даже не знакомы, я их не знаю. Просьба рассматривается. Вы скажите спасибо, чтобы вообще с вами разговаривали. Спасибо. Я не обязан отвечать, просто завтра уважен в декрет. Так сегодня настроение хорошее. Спасибо, милая пятнадцатая. Пусть ваш ребенок будет здоров. Девушка, а у меня дети есть по-новому? Сейчас, Маш, посмотри, там у Грузюка дети или что. Или что? Да, твое сын 18, дочь 27. Где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Им отложение сообщили, что вы скончались. А те, кто меня вспомнят под старой фамилией? Нет, лучше не стоит общаться. У вас тут и так всего хватает. О, вам еще курс лечения. От чего? Здесь сказано губеркулез. Я здоров. Сказано кашель. Да. А почему вы не явились? Куда? За деньгами. Тут сказано, вам был перевод, но вас не нашли. Как не нашли? Его же все время находят. Вас не нашли и перевод отправили обратно. Откуда перевод? Здесь не сказано. Девушка, а внешность мне не изменили? А вы даете, а? Такая же можно внешность изменить. Вот на глупости у меня нет времени. А что же мне теперь делать? Ждите, 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 ждите. Ничто так не приобандрит человека, как личный опыт. Билеты у спекулянта взял в кино. Оказались на вчера в другом городе не в кино, а в планетарии. Ну, неважно, черт с ним, но опыт приобрел Теперь дудки меня объедешь Теперь билеты намертво, только на себе Пока сам не обожжешься, никто мне не докажет ничего Копил на машину, купил подержанную Всего 500 тысяч прошла, прогрохотала Домой доехала из дома ни гудком, ни колесом Даже дверцу не могу открыть Трое суток просидел в этой машине Меня через багажник вынимали Все, что накопил, в нее вложил в эту машину А продать не могу, не могу выехать к покупателю Но опыт есть Я теперь на машину должен разговор А теперь меня веревкой не затянешь Потому что только на себе Ничто так не убеждает, как собственный затылок Все мне говорили, ну все мне говорили Все, бери готовый А я сшил А портной как летчик, он ошибся, я погиб Только у вас, говорит, будет фасон, мужчина-бабочка Вот порхаю, теперь пыльцу собираю Не сесть, не встать, он мнется Под горячей водой снимаю Но опыт есть Багаж есть, мудрость Будет что рассказать молодежи Но нечем Я пошел в зубному технику Чего-то они там со стоматологом вместе Варили, тикли, сваривали Автогеном варили, гипсом заливали Еле отодрал Со своими зубами так и выбросили Свои и чужие, все, не могли выявить ничего Теперь жесть еще пока шесть, не выговариваю Но опыт есть Я теперь к этим двум жукам не ногой Оказывается, я у них первым был Зато они у меня последние Они найдут меня теперь Я без зубов проживу Они теперь меня найдут Теперь я умный уже Этот тип косой, какой-то косой Подбросил мне радиолу заграничную Хрюндик Какой-то косой Говорит, хочешь хрюндик? Я говорю, конечно хочу хрюндик Он говорит, ну идем на пустырь Пошли на пустырь Этот хрюндик, ну все у него брал У меня сейчас на нем чайник Кошка и маяк с трудом А я две недели разгружал Сверхурочный, подрабатывал на вокзале На этот хрюндик Но этого косого теперь Он найдет Он теперь сто лет будет косить Он найдет меня теперь Я уже умный Уже умный Уже опыт есть И с личной жизнью Нехорошо у меня получилось Она мне дает прикурить Один разочек изменила Один разок Но обжегся Теперь платим, выплативаем Получку шесть рублей Двое там растут, подрастают Но опыт есть Теперь дудки домой провожать Только до троллейбуса Это все теория Красный свет, зеленый Пока меня не переедет Пока на себе грузовик не почувствую Теперь никому не поверю Опыт у меня уже есть Миша, 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 к вам актриса приехала в гости Приходила, сказала, завтра зайдет Спасибо Миша, к вам такая не актриса в гости приходила Красивая блондинка, Люда зовут Москвичка, сказала, завтра зайдет Спасибо Дядя Миша, к вам актриса в гости приходила Сказала, завтра зайдет Гена, иди гуляй Дядя Миша, правда она не актриса, она спортсменка Нет актриса, нет спортсменка Актриса, спортсменка А за гулях было Нет на москвиче, дети, гуляйте Миша, Миша, до тебя актриса приходила такая красивая, сказала, завтра зайдет. Миша, ты на здоровье не жалуешься? А что вдруг, слышишь? Миша, красивая такая. Вот голос сыпнет, видимо, дождь пойдет. Миша, красивая такая, ее Люда зовут. Она не то на москвиче проезжала, но и то на жигулях. Я Марку не разглядел. Я с утра Марку не разглядываю. У меня Марка с утра не разглядывается. Миша, красивая такая, помню, Люда зовут. Вот голос сыпнет. Миша, как у меня сыпнет голос, так дождь идет. Слышишь, красиво. Я тебя охарактеризовал ей, как только можно было тебя хорошо охарактеризовать со всех сторон. Я тебя охарактеризовал со всех сторон одинаково. Вот голос Миша. Дай пару копеек, чтобы даже не было. Дядя Миша, ее Люда зовут. Иди гуляй. Я сказал, Миша, к вам... Актриса приходила? Да. Она такая... Красивая? Да. Ее Люда зовут. Да. А такая блондинка. Да. Она сказала, что завтра она была не то... Москвича, не то она... Миша, она завтра в это время зайдет. Вы в это время будете дома? Да, я буду. Миша, мы все будем, так что не волнуйтесь. Мы ее все встретим. Дядя Миша, ее Люда зовут. Иди гуляй. Я сказал, Миша. До тебя такая баба заходила. Я с ней так тихо поговорил, чтобы твоя баба не слыхала. Ты же знаешь эти бабы. Я же по себе знаю. Позапрошлой ночью моя верещала, как порося. Она у меня заколку в бруках нашла. Миша, я тебя поздравляю, красавица. Люда зовут. На москвиче я приезжал. Миша, днем у нас дома никого. Ключи и я в твоем распоряжении. Дядя Ваня, это деловое. Ну да, деловое. А я еще говорю, что это баловство пропадено пропадом. Миша, красавица. Жду 17 ключи твои. Я тебе желаю и пуха, и пыра. А меня к черту. В Одессе. Ты чего это такой тихий? Я не тихий. Ну молчаливый. Не молчаливый. Ну задумчивый. Я не задумчивый. Настроение плохое? Да. Хочешь, тебе его исправлю? Давай. Отчего у тебя плохое настроение? Плохое? Нет, ну отчего? Ну плохое. Нет, ну отчего? Ну плохое. Это плохо. Вот если бы мы знали отчего, а мы не знаем, и ты сам не знаешь, значит уже несерьезно. Значит их исправить мы не знаем, но попробуем. Я обычно поднимаю настроение за 5 минут. Так. Все будет хорошо. Ты веришь? Веришь? Все будет в порядке. Все будет хорошо. Ты веришь? Веришь? Все будет хорошо. Все будет в порядке. Ты веришь? Веришь? Все будет в порядке. Четко мне прицепился. Что я тебя просил? Ну ты веришь или не веришь? Верю. И настроение плохое? Да. Вот сейчас будем поднимать. Так, что погода плохая, да? Ты из-за погоды, а в Тбилиси, читал, она исправится. Идет антициклон, но наш циклон. Лучше, лучше. А, ты из-за транспорта расстроился, да? Но автобус будет подходить прямо к дому. Лучше. Ты что, поссорился на работе? Ну и плюнь, поссорился и плюнь, ты помиришься, ты плюнь. Поссорился и плюнь. Они тебе еще все просить будут, они все приползут к тебе на коленях. Тебе нужно пойти к начальнику и сказать. Вы что, в конце концов, до каких пор, в конце концов? Или мальчишка, в конце концов? Скромнее нужно быть, в конце концов, а то перезберем, в конце концов. И все, он сам уволится, и все. По состоянию здоровья. Чего у тебя, со здоровьем плохо, да? У тебя язва, давление высокое. Ты поправишься, ты не умрешь. Я за тебя буду бороться. Хочешь, я тебе свою кожу отдам? Ой. А ну-ка, иди сюда. Ну, перестань, что ты в конце концов, перестань. Сядь, садись. Вот здесь, на этом месте, прекращай обращать внимание. Да плюнь ты на все, и все будет хорошо. Уже лучше, да? Лучше? Чуть-чуть. Ну, давай по чуть-чуть. Хочешь, я Ленке позвоню? Не, не надо, не надо. Ты что, из-за Ленка? Да нет. Ты из-за Ленка? Из-за Ленка. Ты из-за Ленки? Нет. Из-за Ленка. Лена, это он из-за тебя такой грустный. Едешь сюда? Давай. Ты что, ты что, поворачивай. Лена, поворачивай, не хочешь. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Ты хочешь? Ты хочешь? Ты хочешь? Ты хочешь? Ты хочешь? Алё, Лен, Лен. Лен, я тебя очень хочу видеть, но не сегодня. Нет, ну что ты, Лен? Я тебя всегда хочу видеть, но не сегодня. Ну давай отложим денёк на два. Да нет, Лен, я хочу. Ну хочешь, приезжай, давай приезжай. Давай с подругой, с подругой давай. Да нет, Лен, я хочу. То есть как никогда. Лена! Ленка! Бросила трубку. Лена, ты бросила трубку? Алло, Лена, возьми трубку. Бросила, да. Как настроение? Никак. Ты знаешь что? У тебя хроническая форма, у тебя осложнение после гриппа. Я покидаю тебя навсегда. Прощай. Всё, надоел. Я не ушёл, не бойся, я здесь. Маленький Лиепа. Лучше. Лучше. Я вчера говорил с твоим начальником. Он говорит, что ты очень способный. Я? Да, твой начальник говорит, что ты, он сказал, мы так с ним стояли. Он говорит, что ты, он сказал, что ты. Нет, он так сказал, что такие способные люди существуют. он говорит, я никогда не подозревал, хотя многое подозревал, а это не подозревал, а всё остальное подозревал». Он говорит, что тебе бы быть его начальником, а вот ему перед тобой пол подметать. А тут все наоборот. Судьба! Это судьба. Он говорит, я был такой веселый-веселый, а из-за него хожу грустный. Он говорит, что ты очень способный. Он говорит, что ты уже где-то за гранью способностей, Еле виден, но еще виден. И за это мы его уважаем. Мальт врать, он все врет, врет. Я вру, сейчас уйду. Я вру, я ухожу. Я вру. Да, я вру. А как ты догадался? Настроение как? Никак. Ты меня знаешь? Я тебя все равно подниму. Я тебя так не оставлю. Ну, лучше. Ты устал, сядь отдохни, а? Причем я тебя устал? Да причем я тебя устал? Ну, ты чего такой? Ты знаешь, вот ты такой у меня руки. Опускается, я теряюсь. Чего ты? Да не знаю, я уже давно такой. Я вижу. Чего ты? Выпал я из какого-то процесса. Ну, выпал, падешь. Что-то все тоскливо, однообразно, понимаешь? Ну. Ну, не отодушно, понимаешь? Ну. Да вот собрал бы всех знакомых вино, музыку. Ну, давай соберем. А то никого видеть не хочется. И на работе каждый день одной тоже. Ну, думаю, ну, сделаю еще больше. А дальше что? Ну, потрачу еще больше усилий. А дальше что? Что дальше? Увольняйся, на другую работу переходи. Так вот, малейшее ухудшение выбивает из колеи. А ведь все проходит. Конечно, проходит. Да. Самый страшный проходит. Пройдет это. Все пройдет. И это пройдет. Ты знаешь, вот знаю и не могу. Кто-то скажет, а тебе плохой слух идет, все, весь день испорчен. А кто-то скажет, ты смотри, как ты изменился. К тебе уже так просто не подойдешь. Ты сам в себе этого не замечаешь. Начинай чего-то заискивать перед каждым. По полчаса держу руку любого. Смотрите, я не изменился. А я же изменился. Я не мог не измениться. Да в конце концов, мое лицо не тетрадь, на которой каждый пишет, что хочет. Так получается, в окно глянешь нехорошо, в зеркало глянешь еще хуже. А ты на меня смотри. Все будет хорошо. И погода будет хорошая, и отношения, и известия будут только хорошие. Представляешь, вот прибежит к тебе кто-нибудь и скажет, а тебе такое сказали. Ты такой человек. Прямо, тьфу, тьфу, тьфу. И тебя назначают профессором или президентом ООН. ООН. Или председателем огромного колхоза, где все налажено. Или директором санатория в Крыму. Что может быть лучше директором санатория в Крыму? Или ты утром встал, газету раскрыл, а тебе орден. Ты шел по улице, на дерево посмотрел, чего-то открыл, и самолеты могут садиться в тумане. Или знаешь что? Ты изобрел жидкость. Такую жидкость, ее пьешь, настроение повышается, здоровье не ухудшается, и руки не дрожат. У тебя сразу Нобелевскую премию и отдых на Багамских островах. Или ты против гриппа что-нибудь капнул, и все здоровы. Или ты выступаешь в Карнеги-Холл. И зал полчаса ребят от восторга и жутко аплодирует. Ты на машине едешь в Волдорф-Асторию, оттуда в Полирояль, оттуда Мулен-Руш, Пикадилли, Бродвей, заканчиваешь в Лас-Вегасе, жутко выигрываешь в рулетку, страшно проигрываешь на ипподроме. В черном Роллс-Ройсе разъезжаешь с белой блондинкой, чековой книжкой, переводчиком, приезжаешь сюда, а здесь уже автобус подходит прямо к дому. Ты устал, а? Устал. Устал, устал. Ты меня утомил. Ты меня утомил. Настроение у него плохое, кривляюсь на пол сапереднем. У меня здоровенник, черт, я задыхаться начал. Только посмотрю на каток, уже задыхаюсь. На третий этаж лифтом колет чего-то. Дома как? Хорошо. Женька двойку принес. Прогрессивку отдали за долги премию в рассрочку. Завтра обедаем у тещи, послезавтра у свекрови, потом придется у себя. Вода не идет. Кашель дурацкий, пуговица сорвалась, плащ устарел. Не вешай нос. Знаешь что? Давай-ка пригласим двух женщин. Одну высокую, одну маленькую. Кому высокую? Тебе. То-то. А то давай-ка споем нашу из фильма «Каждый вечер в 11». Давай. Говори мне каждый... Подпевай давай. Отстань. Говори мне... Подпевай давай. Отстань, сказал. Подпевай давай, как тресту сейчас. Давай. Говори мне каждый... Я начну. Че ты первый начинаешь все время? Как начинаем петь, так ты первый запеваешь. Еще голос был, гнусным голосом, запеваешь первый. Че ты все время первый начинаешь запевать? Говори мне каждый вечер, говори со мной, Как погаснут все фонари. Слова давай. Я не знаю слов. Мне фильм не понравился. Ну и болван. Ну и ладно. Говори мне каждый вечер, говори со мной. А музыка? А музыка. А фильм не понравился. Ну и болван. Ну и ладно. Говори мне каждый вечер, говори со мной. А ну-ка, на два голоса. Красиво. Чтоб не запевал первый. Может, по чуть-чуть? Давай. Давай по чуть-чуть. Прошу вас. За отсутствующих здесь дамс. Говори мне каждый вечер, говори со мной. Слушай, давай в кино. Что в кино? Украли консула. Кто? Не знаю. И не нашли? А кому он нужен? Может, театр, цирк, а? Испортят. Говори мне каждый вечер, говори со мной. Слушай, а хорошо бы сейчас в Африку, а? Африка, лето. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чё ты? Чё ты развеселился? Настроение хорошее. Хорошее? Да. Хочешь, тебе его угроблю? А ну давай. Пять минут. Ну-ну. Отчего у тебя хорошее настроение? Хорошее. Нет, ну отчего? Хорошее. Нет, ну отчего? Хорошее. Нет, ну отчего? АПЛОДИСМЕНТЫ Я влюбился как мальчишка, как пацан. Разве прикажешь? Любовь. Ну хоть козла, хоть сволочь. Каждый день должен был его любить и видеть. Каждый день. Мне говорили, посмотри, в кого ты влюбился. Эти рожи, они же не влезают в экран. Эти мысли, это дикция. А я не могу, я люблю их. И все. Я раньше артистов собирал, и космонавтов. А эти появились, я тех всех и выбрасывал, и только этим и любовался. Ма, какие ребятки. Я сундучок завел и кассетку. Кассетку вставляешь в сундучок? А он говорит, голосом главного. А я прямо весь таю. А он так серьезно. Мы вышли на огромные размышления. К 2000 году должно улучшиться улучшение. Падение, улучшение, нарастание, ухудшение произойдут одновременно. Ой! У меня прямо внутри все обрывалось. В затылке. И не важно, о чем он говорил. Не важно. Я балдел от тембра. От говорка. Это как ветерок. Он у тебя веет, а ты ему все поры навстречу. Он тебя обдувает, а ты ему все свое навстречу. Как я его любил, боже мой. А этот был, там сидел, там. Ой! Как он говорил, центр не отдаст. На местах пусть борются сами. Мы не пойдем на повышение цен на бензин. Малобеспеченные слои останутся с бензинами-керусином. Слой с бензином, слой с керусином. Западные банки пытались загнать наш банк в угол. Наш банк раскусил их в маневр. И умчал, и все. Сторублевки поменяли. Теперь будем менять паспорта, фамилии и фотографии. Даст нам выигрыш 23 миллиарда, что позволит омолодить население вдвое. Пенсионные книжки пенсионерам будем вносить по внесению полутора тысяч, трех тысяч, тридцати тысяч рублей. Это уменьшит население втрое. Паспорта в 16 лет будем выдавать по внесению 10 тысяч рублей. Это даст нам выигрыш еще миллион. При подсчете всех высчитан у нас останется 120 миллионов чистыми, здоровыми, трудоспособными. Квартира освободится, жертвы навалом, а к рынку перейдем, когда захочем. Бога говорил, боже мой, как я его слушал, сколько эрудиций, сколько мыслей, а этот... О! Мы вышли на огромные размышления. У страны наступил момент, когда только слепой не видит, только глухой не слышит. Это же песня! Только слепой не видит, только глухой не слышит. Как мы вышли из-за поворота и подошли к вопросу. Ой, как он подошел к вопросу! У меня все обрывалось, затылки покалывали. Самые страшные бандиты расслаблялись. Из них выходила вся дурь, все болезни. А он так серьезно. Мы вышли к решению огромных задач. Нам нужно определиться и выйти к решению других огромных задач. Потому что когда это все есть, так оно все тогда и будет. Ой! Неврастенники затихали, шизофреники замолкали, самые сервозные бабы замирали. И только слеза в корыто... Бух! А этот... Центр не даст! На местах пусть повесятся! А мы восстановим связи. Нефть добудем, руду продадим, дизеля запустим. Так, беру управление на себя. Непопулярное решение раз. Непопулярное решение два. Непопулярное решение три. Так, посмотрим, что получилось. Опять ничего. Опять народ не к черту. Землю брать не хотят, заводы брать не хотят, только продукты и парфюмерию. Так, опять беру... Боже мой! Как я его любил! А между ними сидел молодой, красивый, здоровый мужик. Молчал потрясающе. Как я любил его молчание! Какие ребятки крепкие! С ними где-нибудь на полянке под миндальный ликер и огурчик. Весь бы дом моделей позагоняли бы на деревья и мальчиков и девочек. Так я их любил. Я дежурил на каждом углу, где они проезжали. Один раз пробелькнул, хохолок, профилек, и в матросскую тишину. Как я его любил! Птица, солнце, счастье, орел, перехватчик. Я был его добычей, я. Как он говорил, центр не отдаст! О, а этот процесс пошел. О, а, кого теперь любить? Понятия не имею. Просто понятно. О, боже, сохрани этот город. Соедини разбросанных. Тех, кто в других местах не могут избавиться от своего таланта и своеобразия. Что-то есть в этой нервной почве, рождающей музыкантов, поэтов, писателей, жуликов и бандитов, так ярко живущих по обе стороны среднего образования. Но нет специального одесского юмора. Нет одесской литературы. Есть юмор, вызывающий смех, а есть шутки, вызывающие улыбку, сострадание. Есть человек, горячий и степной, как летний помидор, а есть выращенный в ящике и дозревший под стеклом. Он и поет про свою синтетику, и пишет про написанное. А писать, как, извините меня, писать, нужно, когда уже не можешь. Нет смысла петь, если нечего сказать. Нет смысла танцевать, если нечего сказать. Нет смысла говорить, если нечего сказать. Если у человека есть талант, его движимое имущество, он и идет им, и поет им, и волнует им. Потому что талант – это очень просто. Это переживать за других. Каждый город имеет свое лицо. И в каждом городе на один и тот же вопрос вам ответят по-разному. Ну вот представьте себе Рига. Высокие, вежливые люди. Здесь даже в трамваях разговаривают шепотом. Девушка, скажите, пожалуйста, как проехать на бульвар Райниса? Бульвар Райниса? Извините, пожалуйста, я плохо говорю по-русски. Бульвар Райниса, как это будет по-русски? Что на следующий, да? Нет, пожалуйста, извините, будь любезный, как это будет по-русски? Что через одну, да? Нет, пожалуйста, будь любезный, как это будет по-русски? На предыдущий, пожалуйста. Ну, мы уже проехали, тогда сойдете на следующий, пройдете, пожалуйста, два квартала, повернете, пожалуйста, прямо, пройдете, извините, будьте любезны, мы опять проехали, пожалуйста, будьте любезны, извините, пожалуйста, тогда сойдете на следующий, пройдете, пожалуйста, пять кварталов наоборот, повернете прямо, пройдете, извините, будьте любезны, мы опять проехали, пожалуйста, будьте любезны, извините, пожалуйста, мне нужно выходить, вы вообще из трамвая не выходите, на обратном пути спросите, извините, пожалуйста, будьте любезны. А вот и Тбилиси. Ух, Тбилиси, эх, Тбилиси, ах, Тбилиси, ох, Тбилиси. Скажите, пожалуйста, это что, проспект Шатару Ставелли, да? Ты что, наручно, да? Нет, понимаете, я впервые в этом городе, я понимаю, ты впервые. Ты думаешь, если грузин вспыльчивый, его дразнить можно, да? Нет, понимаете, я в самом деле впервые, я понимаю, ты впервые, Слушай, как ты мог своей головой подумать, что грязный, кривой, паршивый переулок Красавец в проспект Руставелли. Слушай, не делай, чтобы я вспилил, скажи, что ты пошутил. Ну, хорошо, я пошутил. Всё, ты мой гость. Ты мой гость, ты ко мне приехал, я тебя с мамой познакомлю. Возьмём бутылку вина, у тебя глаз будет острый, как у орла. Возьмём вторую бутылку, будешь прыгать по горам, как горный козов. Возьмём третью бутылку, и ты вброд перейдёшь к уру. И схватишься с самым сильным человеком, воно Бхакадзе, Имеет тебя потом на руках. Понесём показывать наш красавец в Тбилиси. Ты скажешь, дорогой дедико, я не хочу отсюда уезжать, я хочу умереть здесь. От этой красоты я скажу, зачем умирать? Жена есть, дети есть, давай всех ко мне. Мой дом, твой дом, моя лошадь, твоя лошадь. Идём скорее, дорогой, я тебя с мамой познакомлю. А вот и Одесса. Скажите, пожалуйста, как пройти на Дерибасовскую? А вы сами откуда вы будете? Я из Москвы. Да, ну и что там слышно? Ничего, а что вас интересует? Нет, я просто так, всё хорошо. Да, всё хорошо, а в чём дело? Нет, я просто интересуюсь. У вас Москва, у них Воронеж, у нас Одесса. Чтобы мы были все здоровы, вы работаете. Конечно, я работаю, но я попросил бы вас, где Дерибасовская? Молодой человек, куда вы спешите? Разве на Дерибасовскую спешат? На Дерибасовской гуляют постепенно. Вы понимаете, мне нужна Дерибасовская. Я понимаю больше того, гораздо больше того. Я вас туда провожу, невзирая на жестокий ревматизм. Но меня волнует положение в Родезии. Этот Смит, такой головорез, такое вытворяет. У меня уже было два приступа. Послушайте, если вы не знаете, где Дерибасовская, я спрошу другого. Вы меня обижаете, вы меня уже обидели. Такой культурный человек, я вижу, у вас значок. У меня такого значка нет. Я всю жизнь работал, прямо с горшка на работу. Ой, нам было очень тяжело. У нас было у мамы восемь душ детей. Вы сейчас можете позволить себе восемь душ детей? Нет, а моя мама себе позволяла. Она была совсем без образования. Сейчас мои дети учатся в университете, моя бедная мама. Она сейчас с братом и дядей лежат на кладбище. Почему вам туда не съездить? Вы понимаете, мне нужна Дерибасовская. Я понимаю, так и я. Все, нет времени съездить на кладбище. Разве так можно относиться к родителям? Если ваши дети не приедут к вам на могилу, они тоже будут правы. Вы поняли? Куда вы пошли, Дерибасовская, за углом. А вот и Москва. Ух ты, людей сколько! Таксей, машинскую, ты смотри, Москва. Народищу, и всех же прокормить надо. Ты смотри, что делается. Рожанинчик, ну будь так добрый. Я сам не местный, я скотовска. А мне пройти, проехать на Садовое Кольцо. Тут и утек. Ну вот дурночь, а кто-то гонится за ним, кто? Гражданочка, ну будь так добрый. Я сам не местный, я скотовска. У меня проехать на Садовое Кольцо утекло. Гражданка, будешь ты беги? Я же тебе не женюсь. Ты смотри, что делается. Рожанинчик, товарищ, шляпец в портфеле. Рожанин в шляпе с апельсином. Эй, ты, шляпь, мальчик, пацан. А чтоб ты подавился своим мороженым. Граждане, москвичики. Девушка, куда ты бегишь, девушка? Девушка, тебя уже сократили. Ты смотри, что делается, а? Я тебя живу слева, тебя живу направо. Тебе живу справа, а то я на лево бегаю. Бабка пошла, бабка, стой, бабка, о, пошла. Бабка, стой, рассыпешься, бабка. Щуха, давай, старушенцы, я. Такси, граждане, москвичики, православные. Руб дам тому, кто остановится. Осень в Одессе прекрасное время. Осень в Одессе плюс 25. Бывает плюс 25 холодно, а это плюс 25 тепло. Раскрыты все окна. Сиплые итальянские голоса, летние сандалии. Из каждого окна пахнет жареной рыбой и на постном масле. Конечно, на постном. Я на постном. Она на постном. Это на постном. Это идиотка на сливочном. Она хочет себя показать, как она изменилась. Как она изменилась. В Одессе осенью мужчины становятся хищниками, попавшими в стадо. Соборная площадь в Одессе, где собирались фанаты футбола. И женщины, и старики, и дети. Огромная, оживленная, пестрая толпа. И сейчас приехал. Соборная площадь. Мрачная. Никто не говорит о футболе. Все говорят только о политике. О жизни. О политике. Подожди. Да нет, пацан. Подожди. Подожди, пацан. Да какой футбол? Что ты мне футбол? Слышишь, пацан? Я тебе говорю, что сейчас многие уезжают. То уезжают на запад, то на восток уезжают. Я остаюсь. Я никогда не уезжаю. Я здесь остаюсь. Я здесь хуже, чем где угодно. Но я остаюсь, потому что у нас будет лучше. Я тебе говорю, пацан. Слушай, у меня у нас будет лучше. Я вам всем говорю, что будет лучше. Вот слушайте. Да подожди, у нас будет лучше. Станет лучше обязательно. Станет будет быть лучше. Станет быть будет. Обязательно лучше станет будет быть. Вот всем будет хуже, а нам будет лучше. Станет будет быть обязательно. Болезнь принимает здоровые формы. Здоровье тускло засветилось сквозь хилость первых постановлений, неисполнение которых, лишь свидетельство живого ума и сообразительности народов, с трудом населяющих нашу страну. Вот так. А так нет, так нет. Так у нас не будет. А так у нас будет лучше. Хоча уже слово будет уже почернело от бесконечного потребления. Слово будет. Оно уже черное. Это слово будет. Уже сколько? Скоро 80 лет. Все, будет и будет. Но оно и почернело. Но оно еще сгодится в работе, это слово. Нам еще долго сгодится. Ему придать прежний смысл, оно приобретет новый блеск. Это слово будет. А так нет, так нет. Так у нас будет лучше. Рост зарплаты при отсутствии материальных заинтересованностей создает невиданный образ жизни, когда деньги уже роли не играют. Их можно свободно обменять на результаты труда, которые тоже уже никому не... От нашего человека сейчас не остается предметов жизнедеятельности. Только продукты жизнедеятельности. Поэтому жили мы или нет, до сих пор же неизвестно. А большие дискуссии, как мы дотянули до этого часа, все. А так нет, а так у нас будет лучше. Не-не-не, у нас будет лучше, невзирая на то, что становится все хуже и хуже. У нас будет, будет лучше. Только опять не сегодня. Только опять завтра. Только завтра опять. Только соединив прошлое с будущим, вычеркнув чертовой матери настоящая, мы будем жить и работать опять на энтузиазме, опять без зарплаты. Ну тут уж, тут уж, шо уж тут уж. Тут уж, уж тут уж, шо уж, уж тут уж. А так нет, так нет, так у нас, не-не-не, так у нас, у нас будет лучше, будет лучше. Вот, у нас будет, будет лучше. Только опять не сегодня, сейчас так, нужно так, связать деньги населения, потом их самих, и все. Вернее, развязать им руки и связать их деньги, а потом наоборот, и все. И рынок даст себя знать. Ничего, что без объяснений. Ничего. Давай, 12 числа, 8 утра, давай на рынок. Все, ничего, что никто не понимает, ничего. Беги на рынок, торгуйся. У нас сейчас такой рынок. Все, простой человек думает, что такое, какой рынок, куда бежать, где стоять, что продавать, где можно, где нельзя, акции, инвестиции. Никто ничего не понимает. Пока даже специалисты, которые лучше других этого не понимают, не могут объяснить и молчат. Я один говорю, в подавляющем меньшинстве, глядя и видя, что у нас будет лучше. А потому же, а шо же, мы же, шо же, когда же, мы же, тогда же, кто же, где же мы же, шо же, когда же, шо же, мы же, кто же, мы же, шо же, шо же, а мы же, мы же, а мы же, а мы же. Сейчас окончательно разваливается. Питьевая, сырьевая, табачная, военная промышленность, все это развалится, остальные перейдут к рынку сами собой, и все, и все. Отварный настой, окурки на обедке, корки на обмылке. Рынок. Все, не хочу занимать вашего пацана и вашего всех, дорогого ценного внимания на этой почве. Так, нет, так, нет, 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 нет. У нас будет, у нас будет лучше, у нас будет хорошо. А где же шо? Уже ж всюду. А мы же, шо же, где же, когда же, кто же, мы же, тогда же, шо же, мы же, тогда же. Впереди нас плетутся только Куба и Албания. А мы же, когда же, ну Албань, ну мы же, шо же. Вот так мы и втроем придем к светлому будущему. И будем во всем светлом вот так сидеть. Потому что, а когда же, сколько же можно? Мы же, шо же. А так, нет, так, нет, нет. А так, так, если посмотреть, у нас будет лучше. Уже хуже, уже просто, уже некуда. Поэтому будет лучше, а как же, шо же. И ничто не переубедит меня. Ни голод, ни холод, ни то, что попродавали все с себя. Наша традиция национальная. Все с себя продать, потом купить у китайцев на эти деньги одежду. Ну, это же у нас есть, это же у нас не отнимешь. Шо же, мы же тогда же, шо. Если нужно, у китайцев отнимем. Холодно, шо же, мы же тогда же делаем. А так, нет, так, нет. Так у нас, у нас так будет лучше. Потому что, шо. Поэтому сейчас так, питаться, питаться, питаться. Шо, не помню, кто, по-моему, сказал он. Дело его еще живет, а тело гниет, понимаешь? А когда же? Надо же уже в землю, сколько же можно. А так, нет, так у нас будет лучше, будет лучше. Потому что, шо же, когда же мы, тогда же, шо же. А тут же, шо же. Погода опять нас подвела, ты понимаешь? Если весной была надежда на недород, так огромный урожай окончательно подорвал нашу экономику. А под каким девизом покупать зерно? Жирные вороны со всего мира. Что встретились на невиданный урожай? С интересом наблюдают диковинных людей. Подайте голодным, у которых огромный урожай. Вот это у нас единственная проблема, как просить, имея все. Я думаю, что надо скрывать. Просить и скрывать. И жить все лучше и лучше, скрывая это. И прощаться больше и больше. Думать так, потому что, а шо же, когда же мы, тогда же, кто же, где же. А так нет, так у нас будет. Будет лучше, если мы доживем, конечно. Мы же часто не доживали. Тут же, скажи, второй. Ну, тут нужно первый, второй рассчитать. А шо же мы, тогда же, где же. А так нет, так у нас, у нас, ну, и шо же, где же, когда же. А мы же, шо же, шо же, мы же. Вы не хоронили в августе в Одессе? Так! Вы не хоронили в августе в Одессе в жару в полдень близкого человека? Давайте попробуем. Давайте. Давайте вместе с вами. Давайте. Мы с вами движемся к тому куску голой степи, где указано хоронить. Кладбище, чтобы их съезжается сразу 15-20 покойников вместе с гостями. Урожайный год, наш участок 208. Мы движемся далеко в поле. Там все происходит в цветах. Пьяный грязный экскаватор в цветах давно уже все приготовил. Сейчас он подроет, подсыпет, задевая и разрушая собственную работу. У него потрясающая рожа музыкального вида. Лабух переработанный. Двумя движениями под оркестр он вонзается в новое, руша старая. Потом, жутко целясь, снова промахивается, завывая дизелем под оркестр. Дикая плотность. Их суют почти вертикально. Высоко взвывают евреи, поют евангелисты. Из-за плотности мертвецов над могилой какого-то еврея, товарищи. Дозвольте мне. Ценегрицко? А де Грицко? Ценегрицко? Белые лица, торчащие носки ботинок и крики. О, Геволт! Господь, упокой душу его! Товарищи, дозвольте мне. Хорошо видны четверо в клетчатом с лопатами и веревками. Их тащат от ямы к яме. Пожалуйста, закопайте. Это же невыносимо. Такая жара. Закопаем. Что закопаем? Что торопится? Закопаем. Что торопится? И мусор в дно. А ты куда торопится? Закопаем тебя, закопаем всех, закопаем. Что торопится? Торопится он. Ай, жутко, жутко, жутко. Веревки, лопаты пятеро машут веслами, как лопатами. Мы им подвозим, они закапывают. Много нас, много. Пять штук сразу закапывают много нас. Живых, правда, больше. Это пока. Нет на поверхности. Они машут веслами, как лопатами. Мы им подвозим, они закапывают. Не расслабляться. Покойники снова в очередях. Стирается-то небольшая грань между живыми и мертвыми. Из-за плотности мертвецов над могилой какого-то товарищей. Он был в партии до последнего дня. Какой партии? Ему не хватило цепарина. Какой партии? Если бы хватило цепарина, он бы вообще выжил. Какой партии? Нет, он был в партии до последнего дня. Вы знаете, я вам скажу. Они сейчас, они сейчас оперируют очень удачно. Они не умеют выхаживать. Так начертаете удачные операции. А что вы хотите, чтобы он оперировал и сейчас выхаживал? Я ничего не хочу. Я хочу, чтобы он жил. Вы скажите спасибо, что хорошо оперирует. За что хорошо? За что спасибо, когда я его хороню? А, это уже другой разговор. Цветы, цветы, крики. О, Господи, как он не хотел. Как он не хотел брать на себя. Он так не хотел брать на себя. Они говорят, бери на себя. Он говорит, я не могу. Они говорят, бери на себя. Вот он взял на себя, все. Он здесь, они там, все, все. Вы знаете, я вам скажу. Они инфаркты сейчас лечат. Ничего не лечат. Они их отмечают. Отметили и живи, если выживешь. О, как он не хотел брать на себя. Он как чувствовал, он так не хотел. Они говорят, строй, мы приказываем. Он говорит, я не имею права, оно все взорвется. Они говорят, строй, мы приказываем. Он говорит, я не могу, оно взорвется. Строй, мы приказываем. Он построил, все взорвалось. Они, приехала комиссия. Они говорят, мы ничего не приказывали. Все, все. Он здесь, они опять на своих местах. Все. Куда высыпите наши цветы? Константин Дмитриевич. Где Константин Дмитриевич? Константин Дмитриевич. А, вот, нет, вот Константин Дмитриевич. И при жизни я вас искал, и сейчас вас ищешь. Вечно вас ищешь, Константин Дмитриевич. Господи, спаси, помилуй. Суди нас, Господи, и по поступкам нашему, по доброте своей. Внимание! Последний путь покоенного был отмечен тоже почетной гработой. Там закричали, тут заплакали, там заплакали, тут закопали. Внимание! Разворачивайте всех ногами к дороге. Согласно постановлению мэрии, всех ногами к дороге. С нас тоже справа. Пыри его ногами к дороге, я сказал! Черт его знает, чего больше рождается или умирает. Какое нам дело, если нас так хоронят? Население, мы население. Мария Ивановна, не ешьте эту колбасу. Это колбаса для населения. Сетевые сосиски, комковатые макароны. Страна вечно дымящих мусорных ящиков. Для удобства пассажиров маршрут номер 2 отменяется. Для удобства покупатель магазин 13 закрывается. Для удобства абонентам телефонная станция построена не будет. Да, да, да. Оперируют они очень удачно, только непрерывно. Мы им подвозим, они закапывают. Огромное поле, а все могилы на одном пятачке. Потому что так удобно копателям. Так удобно экскаваторщику. Так удобно конторе. Всем, кроме нас. Как наша жизнь не нужна всем, кроме нас. Как наша смерть не нужна всем, кроме нас. Как мы живем, как нас лечат, как нас хоронят. Господи, Боже мой. О-ля-ля-ля-ля. О-ля-ля-ля-ля. Ом. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, Одесса. Одесса – красивый город на нашем юге и на чьем-то севере. Обычно очень жаркий август, когда мы по ночам обливаемся потом, а серая морская вода не охлаждает, а засаливает. Дачки здесь маленькие, такие квартирки без крыш. Засыпаешь один, просыпаешься в пятером. Жуют здесь все и всегда. Семечки, креветки, копченую рыбу, виноград. Лучшие в стране рты не закрываются ни на секунду. Хрумкают, щелкают, лузгают, посапывают, слушают ртом. Рты прекрасные. Смесь украинской, русской, греческой и еврейской породы. А я сижу на даче, все поет и цверикает. В голове пусто. Ни мыслей, ни монологов, ни сцен, ни междометий. Пусто. Мысль, что держал в голове, потерял. Оставил тщеславие и на одном жизнелюбии доковылял до воды весь в пыли. Сползая с плит, попал между. Вода окрасилась эстрадной кровью. Итак, милостивые государи, включайте в воображение и звук. Я расскажу вам об Одессе, заикаясь, запинаясь, повторяясь, слегка припадая на акцент, задерживаясь на красивых женщинах взглядом. Одесса, к сожалению, худеет на глазах, разбегаются ее косточки, растекается кровь. Язык становится обыкновенным, а не тем прелестно безграмотным, который так любят рассказчики. Одесса в оттиснутом виде, как медовый абрикос, расплющенный на мостовой. Как красивая женщина, дрожащая с тюднем на верхней полке поезда Карагандауч-Кудук. Как полковник в нехороших носках, на составленных стульях в аэропорту Быково. Я расскажу вам об Одессе, нет. Я расскажу вам о том месте, где пригорелая пыльная степь сходится со свежим синим морем, образуя на стыке что-то особенное. То ли цвет, то ли музыку, то ли походку, то ли улыбку, то ли соленую рыбку или сладкую ягодку. А может быть, загорелых красивых мужчин и женщин. Это будут рассказы разных лет, написанные писателем Мишей Жванецким, произведение которого мы, Светяне и Ильченко, играли всю жизнь. Это будут рассказы разных лет. Некоторые вам известны, некоторые шли по телевидению, но лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. А так, вообще, захотел, пришел, захотел, побежал дальше. Когда у нас в магазинах такие цены, а в Государственной Думе такие люди, жизнь становится необычайно интересной. А я сижу на даче, пью кофе, бью по спинам комаров, вяжу, как баллонка через листву, наблюдая жизнь, проклиная судьбу и не имея сил в ней участвовать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ То есть те были и вчера, и по пять, и очень большие. Эти и маленькие, и сегодня и по три. И очень маленькие. Выбирай, ну осторожно. Либо выбирай, по пять рублей большие вчера. Или сегодня маленькие, но по три, но очень маленькие. Те по пять рублей. Гусары по пять рублей. Да нет, там смотреть не на что, по 3 рубля. 3 рубля больше, чем они. Те по 5 рублей. Ну, маленькие они быстро варятся, маленькие. По 5 рублей долго, пока их сваришь по 5 рублей. Маленькие быстро сварил, еще 2 рубля осталось. Они очень маленькие. Надо бежать, но некуда. Хотя надо идти, но не знаю куда. Либо пойти по 5 рублей за большими вчера, или за маленькими, или с вами еще постоять тут. С вами постою тут. Буду ходить за раками. С вами тут еще постою. Не, это маленькие, что я... Если бы они были, как вчера. Сегодня по 3 рубля. С вами буду стоять тут. Если бы у меня вчера было 5 рублей. У меня и сегодня трех нет, но они очень маленькие. На днях один за рубль жабу предлагал. Такая зеленая. А у меня рубля не было. Жаба была такая. С вами этого не бывает. Во-первых, колокольный звон. В самых неожиданных моментах. Например, на занятиях. Иду по коридору, гудок паровоза. Вздрагиваю, падаю, оборачиваюсь. Никого. В третьих сплю на рельсах. Причем на узкоколейке и поперек. Шейка на одном рельсе, ножки на другом. Опять гудок паровоза. Вздрагиваю. Снова на занятиях. Вам не кажется? Мне стало казаться, что я во всех очередях крайний. Спина все время на ветру, и сзади никто не занимает. Я крайний. Значит, я последний человек. Я самый последний человечишка, кому этот предмет нужен. Мало того, у меня все время растущая уверенность, что перед моим носом выкинут обед, переучет, рыбный день, по записи. У вас этого не бывает? Вы слышали себя со стороны? Я стал слышать себя со стороны. Причем тот, кто слышит, умнее того, кто говорит. Как-то он тот, кто слышит, прямее того, кто говорит. Называет вещи своими именами. Он как-то тот, кто принципиальный того, кто говорит. У вас этого не бывает? В-пятых, мне вдруг стало казаться, что я нравлюсь женщинам. Я стучался, будил весь квартал, меня три раза выгоняли. В-седьмых, мне пришла в голову мысль, что я могу прожить в месяц на 120 рублей. Представляете, у вас этого не бывает? И гудок не гудел? А вам не казалось, что у вас есть деньги на книжке? Мне стало казаться. Причем ясно, четко вижу номер кассы, сумму денег. До того было ясно, я пошел снимать. Меня двое посадили на диван, успокоили. У меня все время такое какое-то... Все время такое у меня какое-то... Такое какое-то у меня все время ощущение, что живешь в одном месте, а находишься в другом. Вам не хотелось круто обернуться и отскочить? А у меня все время такое какое-то... Да, я пошел показаться врачу. И тут ему стало казаться, что я хожу к нему по воскресеньям в его выходной день и заталкиваю его в операционную. Ну, в общем, он мне помог, этот врач. Избавиться от ощущений. Даже не от ощущений, а от необходимости реагировать. Ну, звон, звон. Ну, есть деньги на книжке, снимать не буду. Чтобы сзади не услышал, не оборачиваюсь. В общем, он мне помог. Этот врач, я, правда, вчера опять гудок услышал. Тихонько так. О-о-о, все время у меня такое какое-то. Скажите, вам не приходила в голову такая мысль? Почему те, кто варят обеды толстые, а те, кто их едят худые? А у меня все время такие мысли в голове. Такое ощущение. Все время такое какое-то. Такое ощущение. Скажите, это склад? Тот самый? Да. Слава Богу. Я пока к вам попал, ни вывески, ничего. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно. Что вам? Вот это я могу. Это что? Сколько? Можно одну? Одну. А полторы? Дальше. Скажите, а у вас есть? Подождите. А можно я с женой? Я мигом. Пропуск на одного. А позвонить? Отсюда нельзя. А сюда? И сюда нельзя. Быстрее мне рабочий день кончается. А завтра? Пропуск на сегодня. А вы не поможете мне? Я не знаю, что вам нужно. Что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно. Что мне нужно? Что у вас есть? Что вам нужно? Что мне нужно? Все. Лекарства какие-нибудь? Какие? Какие у вас есть? А какие вам нужно? Ну вот, допустим, перимедон. Сколько? Да нет, ну что перимедон? Да нет, ну что перимедон? Да нет, ну что вы в самом деле? Что перимедон? Перимедон тоже. Ой, господи, что же мне нужно? Сколько? Десять. Да что я с перимедоном? Ну что, восемь? Да, десять. Пожалуйста. Пятнадцать. Пожалуйста. Еще две. Можно? Еще одну. Хорошо, дальше. Что у вас есть? Что вам нужно? Что вы пристали, что мне нужно? Мне сказали в порядке исключения для поощрения. А, так вы отказываете? Нет, 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 нет. Из одежды что-нибудь. Что? Шапки. Одна? Да, две. Дальше? Три. Три дальше? Четыре. Так, обувь? Сандалии и портных, нет? Есть. Белые. Сколько? Белые. Сколько? Они белые? Они белые. Две. Пары? Одна и джинсы. Белые? Синие одни. А что, и белые есть? Белые две и сандалии две. Пары? Одна, нет, две и джинсы. Две и джинсы одна. Пары? Две. Две. Три. Три. Четыре. Четыре. Я же не только себе, понимаете? Нельзя только вам. Вас понял. Скажите, товарищ, что у вас из продуктов питания? Что вас интересует? Что меня интересует? Меня интересует, что? Меня интересует поесть. Ну, допустим, например, скажем, вот есть ли колбаса. Потом? Два. А хорошая? Два. Три. А какая? Какая вас интересует? Такая, покрепче. Значит, три. А что, есть? Четыре. Четыре. Пять. Ну? Ясно. Четыре. Один чуть раньше. Значит, пять. Почему? Сначала четыре, потом пять. Хорошо, дальше. Что у вас есть? Что вас интересует? Крабы есть? Сколько? Одна. Одна. Ну, две. Две. Ну, три. Ну, четыре. Четыре. А вот я слыхал, я слыхал, бывают такие, такие бывают языки. Такие оленьи. Я, конечно, понимаю. Сколько? Есть? Сколько? Кило. Они в банках. Тогда одну. Нет, две. Нет, три. Что будешь сразу? Ну, если вам все равно, четыре. Вы их не будете есть. Тогда. Они своеобразного посола. Тогда одну. Одна. Нет, две. Себе и на работе. Нельзя. Только вам. Я сам съем, вы сможете посмотреть. Ну, одну. Одна. Нет, две. Вдруг подойдет, я тут же съем вторую. Две. Две. Одна. Нет, три. Нет, у меня денег не хватит. Скажите, товарищ. А вот, скажем, рыба. Сколько? А вот свежая. Живая, что ли? Да, живая. Живая. Ну, свежая рыба. Ну, какая вас интересует? Живая рыба, свежая. Какая свежая? Какая свежая? Ну, живая такая. Какая живая? Какая живая? Живая рыба, какая живая. Я не помню, какая она живая. Сазан. Сколько? А сом. Сколько? Есть? Сколько? Стерлядь. Ну? Что есть? Сколько? Форель. Ну? Есть? Сколько? Три. Три. Четыре. Четыре. Четыре и стерлядь. Пять. И сом. Испортится он у вас? Тогда один. Пишу сразу два, но не испортится. Пишите три, пусть испортится. Вобла. Сколько? И пиво. Какое? Какое у вас есть? Какое вас интересует? У нас восемь сортов. Ну, давай пятый сорт, Жигулевский, она, пожалуй, получше. Ящик? Бутылку. Все? Водка есть? Какая? Московская. Сколько? Сто. Бутылок? Грамм. Что, здесь? Здесь, конечно, где же еще? Металл нужен? Да нет, металл сейчас. Скажите, товарищ, а вот у вас есть для... Ну, знаете, мне неудобно. Ну, интимное. Мужской? Женский? Женский? Я думал, он общий. Длину? Тогда женский. Один? И мужской. Один. По два. По два. По три и детский. Детских не бывает. Это дети, вы что, соображаете или нет? Тогда по четыре. Один мужской, один женский. Проще по пять. Проще по пять еще по мужскому и женскому. Да вы их не расходуете за десять лет. Почему? Вы не знаете меня. Почему? Тогда по шесть. Один мужской, один женский. Еще по одному потом. Когда потом? Через пять минут. Значит, по семь. Значит, по семь еще по одному потом. Через пять минут, да? Да, да, да. Все? А вот я слыхал, бывают такие французские. Против невозможного. Ну, говорят, чудеса. А у меня с детства врожден. Сколько? Есть. Сколько? Мешок. Это мазь. Бидон. Определенное количество на курс. Сколько? Я не знаю, может быть и сто. Сто пятьдесят. Здесь намажу, возьму с собой. Больше ста не отпускаем. Тогда сто сто, еще полста. Все? Нет. Скажите, товарищ. Валенки есть? Сколько? Не нужно, ты а так. Так? Так, все? Нет, не все. Все? Нет, не все. Все? У меня список. Все? Не все. Сами повезете заказ? А вы что, можете? Адрес? А вы все положите, можете, я вам помогу. Куда везти? На Чехово, нет. А в другой город? Можете? Адрес? На Красноярск. Нет, туда нельзя. Давай ко мне. Нет, там сейчас жорка вцепится. Куда это мне все везти? А вы можете на Пушкинской. И ночь в подъезде переждем. Кто ж дочью повезет? Замаскируем подкус. Не производим. Тогда брезентами двух солдат при орудии. Это гражданский склад. Всем запутнелька, дали разведка. Все, склад закрыт. Нет, не все. Попрошу вы эти, склад закрыт. Попрошу вы эти, гречка. Попрошу вы эти, гречка. И вас всех отсюда попрошу, заскладывайте отсюда. Давайте выходите отсюда. АПЛОДИСМЕНТЫ